Донор Специфика заболевания такова, что им регулярно необходимы вливание донорских компонентов, именно тромбоциты, для предотвращения сложных кровотечений, для осложнений. Нам удалось уже набрать, развить базу около 200 доноров. Внутри самого отделения мы реализуем несколько социальных проектов. В первую очередь хотелось бы рассказать об образовательном проекте «Знайка», в рамках которого учителя-волонтеры регулярно посещают отделение и проводят занятия. День именинника проводится каждый месяц в отделении гематологии РДКБ. Каждый месяц мы собираем детишек, у которых будет день рождения в этом месяце. Детишки пишут письма волшебной феи, пишут, что они хотели, сколько им лет, как их зовут. Отправляем письма, я нахожу волшебников. Любые люди, которые хотят сделать что-то приятное, быть волшебником для какого-то ребенка. Волонтеры – это костяк фонда. Они нужны всегда, они нужны на все мероприятия. Преподаватели – это те же волонтеры. Те, кто ведут у нас мастер-классы, творческие занятия – это все волонтеры. И фонд держится на волонтерах. Ближайшее наше мероприятие будет 26-27 ноября. Тоже благодаря ярмарку с городом мастеров. Если хотите нам помочь, можете списаться либо со мной, либо написать в нашей группе по теле ВКонтакте. Для того, чтобы реализовать эти проекты, мы развиваем наше волонтерское движение «Я с тобой». Стать волонтером очень просто. Достаточно заполнить анкету на сайте потерянета.ком. Заблуждение предполагает, что волонтеры – это только студенты. Это подвластно любому возрасту каждому человеку. Было бы желание помочь как – оно найдется. А если вы не знаете как – вы можете спросить у нас. Мы расскажем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!